Здравствуйте, друзья! На стенде компании Орис я нашел вот такую совершенно замечательную игрушку желто-черного цвета. Партнер репортажей с выставки Baselworld – Консул. Сеть салонов швейцарских часов по всей России. Это новинка Ориса 2019 года – Орис Дайв Контрол. Лимитированная серия, всего будет выпущено 500 экземпляров таких часов. Говорят, что в Россию попадет две модели. Орис Продайвер уже достаточно хорошо известна любителям часов. Это модель, отличающаяся 1000-метровой водонепроницаемостью и модель, которая была выполнена в титановом корпусе. Орис Дайв Контрол отличается от нее по нескольким позициям. Первое – это корпус. Здесь, так же, как и в Продайвере, он выполнен из титана, но покрыт черным DLC. А рант, тот самый знаменитый вращающийся рант Продайвера, сделан из вольфрама, а не из титана. Вольфрам – это один из самых твердых металлов. Металл очень тугоплавкий, тяжелый в обработке. Знаю, как человек, который с ним работал. И Орис выполнил из этого металла вот этот свой знаменитый поворотный рант. В чем фишка этого поворотного ранта? Дело в том, что для дайверских часов очень важно предотвратить случайный поворот ранта, потому что дайвер с помощью этой шкалы засекает время погружения. И разные компании предпринимают разные ухищения для того, чтобы дайвер нельзя было повернуть, ну или, по крайней мере, можно было повернуть только в одну сторону. У Ориса здесь использована своя, собственно, запатентованная система ограничения вращения этого ранта. Если я сейчас буду пытаться вращать ободок, которым прикрыт рант, то рант вращаться не будет. Я не могу свернуть его ни в одну, ни в другую сторону. Чтобы переставить время, чтобы переставить позицию ранта, мне нужно сначала выдвинуть его вверх, перещелкнуть вверх, а уже потом он будет вращаться туда, куда мне нужно, а уже потом я смогу выставить его на нужную позицию. Рант вращается только в одну сторону. И опять же, зафиксировав, я блокирую рант от каких-либо возможных смещений, от того, чтобы переставить время. Цифровка на ранте выполнена двумя цветами, белым и желтым. В этих часах использован паучуковый ремешок желтого цвета, и желтый цвет мы видим на циферблате. Именно желтым выполнены все стрелки, которые относятся к хронографу, все стрелки, которые касаются замера времени. Это центральная стрелка хронографа, это часовой счетчик, счетчик часов, который расположен внизу на позиции 6 часов, и это счетчик минут. Он здесь находится вверху и имеет две шкалы, белая и желтая, и стрелка тоже двойная. Один кончик стрелки белый, другой желтый. Стрелка делает оборот за 30 минут, но благодаря наличию вот этих двух кончиков, белый и желтый, мы можем засекать время до 60 минут, и достаточно удобно это делать. Также, как предшественники, внутри работает калибр SELITO SW500. Часы имеют автоматический гелиевый клапан. Здесь использована застежка, которая встречается во многих моделях Хориса. Застежка с удлинителем, позволяющая удлинять размер ремешка, размер браслет для того, чтобы одевать поверх гидрокостюма. И комбинация титана и вольфрама создает очень интересное впечатление. Часы не тяжелые, как можно было бы ожидать от достаточно такой массивной конструкции, а диаметр этого корпуса 45 мм. Но вместе с тем, они и нелегкие, как у продайвера. Вот этот вольфрамовый кружок, он смещает центр тяжести и создает такое, ну реально очень интересное ощущение в руках и на запястье, которое передать сложновато, это нужно попробовать. Чтобы попробовать, я думаю, самый верный способ, это заехать в магазин Le Local на Ленинском проспекте в Москве. Именно там самый широкий выбор моделей Хориса. Ну или посмотреть на официальном сайте компании. Если мы говорим про эти часы, то нельзя не упомянуть коробку, потому что они комплектуются вот таким вот оригинальным пластиковым боксом, который тоже водонепроницаемый. Правда, компания не пишет, до какой глубины, тоже до 1000 метров или все-таки поменьше. И в комплекте, собственно, с часами идет еще один ремешок, черный каучиковый браслет, который, ну в общем-то, придает модели немножко более гражданский вид. Идет специальная отвертка для замены ремешка и идут запасные втулочки, которыми, собственно говоря, ремешок и крепится. Хоробка отчасти повторяет дайверскую идеологию часов, и гелийого клапана здесь нет, зато есть вот такой вот специальный клапан, который, в общем, тоже позволяет стравливать воздух. Если вас заинтересовали эти часы, имеет смысл следить за официальным сайтом Орис или заглянуть в салон LeLocal на Ленинском проспекте в Москве, где самый большой выбор часов Орис в России. Повторюсь, что партнером репортажей с выставки Baselworld является сеть салонов салонов часов Консул, одна из старейших часовой компаний России. Подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами, чтобы увидеть еще больше интересного из мира красивых вещей, сложных механизмов и, ну, вот таких вот замечательных игрушек. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова